дорогие друзья всем доброй ночи этот ритуал на армянском языке если честно я думала некоторое время но решила вам подарить этот ритуал одной нашей родственницы я как-то рассказывал о ней я вам говорила о том что сестра моего деда была ведьма и ее муж женившись на ней вначале зная обо всем согласился что она будет продолжать свое ремесло а после начала и мешать более того терзал ее избивал и ему несколько раз приходили силы во сне и предупреждали говорили чтобы он не смел трогать жену не смел над ней глумиться и что если он будет дальше запрещать то поплатится за это жизнь он не обращал внимание и однажды летом совершенно такую хорошую погоду когда ничего не предвещало вдруг на небе появилась молния которая ударила в него и убила когда он работал в поле после его смерти через некоторое время приходит во сне сила приходит во сне его сына вас гена когда он был еще молодой человек и говорит твоего отца убили огнем и ты будешь очищать огнем будешь помогать и лечить людей огнем он спрашивает как я это могу сделать я ничего не умею и они ему говорят мы тебя научим пойдешь на то место где погиб твой отец будешь рыть землю и найдешь там камни этими камнями будешь лечить он сначала смысл не понял но когда пошел туда и обнаружил в земле кремни и вот он лечил кремними и я помню что меня уже моя прабабушка была мертва но у меня от испуга из-за того что гусеница на меня упала мне там высыпание было жуткое никак не проходило и меня ранним утром поднимали с со скандалами и вели к нему нужно было ранним утром к нему идти он заставлял меня ходить по росе а потом начинал значит кремнии бить эти камни друг от друга вылетали искры и он читал какие-то слова и через три раз после третьего раза как уже мы были там у меня абсолютно исчезли все эти кожаные проблемы лечил он мою двоюродную сестру у него непонятно какая-то болезнь появилась на коже и она просто чесала я же такой вот как наросты появились найти так неприятно было смотреть она была молодая девушка ее точно также он вылечил этими кремнями не знаю уже какую там какой заговор он читал и у него была целая тетрадь он говорил что духе приходят к нему во сне приходит подсознательно приходит так и передают что ему нужно делать его мама была очень добрая женщина улыбчивая бабушка лусине люсик и называли ее называла люсин вообще лусина это в переводе означает луна вот лусин моя луна я так и улюбила что хотела поменять свое имя говорил чтобы меня называли люсине вот такое вот было время в моем детстве я помню что люсин дала маме заговор ритуал сказала что надо и делать на маму устроили травлю ты наверно семейные у меня мама была передавая во всех своих этих достижениях мама моя очень много работала она была зауч школы она была организатор и организовала очень интересные вечера очень такие поэтические патриотические много очень много она организовала очень красивый приезжали с района смотреть оценивать но у нас была другая за очень не буду называть и она была наша учительница зауч по методической части она ее просто жирала маму мою сначала значит мама готовила этот праздник я помню и она шла становилась рядом с детьми принимала благодарности то есть как бы делала вид что это ее работа в конце концов заведующая района сказала ей что мол ты не считаешь что это неправильно не на ты неправильно делаешь надо свою отстаивать хотя она была близкая подруга той самой нашей учительницы но она подошла к ней сказала вот то что я вижу мне не нравится это неправильно я знаю что это ты организовала ну-ка соберись и не будьте размазней надо свое значит возвращать себе и вот мама моя начала говорить предъявлять претензии что все таки это я организую праздник мне нужно быть рядом с детьми руководить этим всем как-то это некрасиво неприятно и началась травля жуткая вплоть до того что она доводила ее до слез там или еще некоторые которые были на ее стороне и моя мама из этих стрессов заболела некоторое время не не ходила на уроки есть стало плохо я помню что она лежала тяжело передвигалась у нее начала отказывать нога то есть от этих нервов и вот наша бабушка лусик пришла к ней что-то они там говорили я мутно помню потому что была маленькая а потом в этом знаменитом зеленым блокноте который сделано было под змеиную шкуру я нашла этот ритуал и поняла что она ей дала знаете после этого все разрешилось значит наша учительница которая преследовал не только ее и меня в том числе специально занижала оценки мама моя говорила что она не пойдет разбираться потому что это ниже ее достоинства я была там и пострадавшие хотя я вообще была ни при чем и не смело мне строго-настрого вообще запретили и сказали не дай бог там ты хоть каплю там покажешь какое-то неповиновение во время уроков или что-либо это тебя не касается наши разборки тоже я знала видела и после того как мама моя это провела через три дня и эту учительницу перекосила просто во время уроков ей стало плохо она упала в обморок вызвали скорую тогда телефоны были только сельсовете в школе во во всей во всем селе не было телефонов есть стало плохо и он там еле спасли потом она долго полила поскольку она была наша классная руководительница мы все вместе пошли к ней чтобы навестить ее как она и что и и через некоторое время почему-то она собралась продали дом и они переехали в армению переехали в село ее родителей у сына судьба не сложилась второй сын попал в тюрьму правда отсидел недолго в общем она получила по заслугам очень страшно но самое главное что эта травля закончилась у меня там и бабушка моя работала она тоже работала учительница грузинского языка и потом она некоторое время была наша классная руководительница то есть учителя если кому-то кажется что там просто интеллигентнейшие добрейшие люди я хочу сказать что там клубок змей смены клубок там сплетни и тому только ты вышла с учительской уже за спиной начинает говорить мог что это за работа как она работа что она делал причем говорят именно те которые вообще никчемные никто они всегда говорят о тех учителях которых большие заслуги и прочее и одним словом вот это все прекратилось теперь хочу вам сказать что надо делать когда я нашла я у мамы спросила я говорю вот такое там написано вы такое делали скорее всего литые дела на сказал этого говорить нельзя ты сама догадайся ты не глупо этого говорить нельзя потому что она потерять силу мне не сказала что она это делала но поскольку это не моя тайна я могу ей вами поделиться только хочу чтобы вы поняли что этот ритуал можно делать людям только тем которые хотя бы год на моем канале дорогие друзья клеветникам вы рты не зашьете и известью тоже не закроете не приклеите ничем говорить будут о вас невозможно чтобы вас не говорили если вы личность если вы познают как говорила куку шанель женщина которая вызвала любовь и ненависть не зря прожила свою жизнь говорить будут о вас в любом случае вы не можете запретить всем и вся одни уйдут придут другие и так далее главное не в том чтобы все там замолчали и оглохли и ослепли и превратились глухонемых и ничего не говорили суть этих ритуалов про против клеветы состоит в том чтобы все что они говорят и делают против вас не возымело никакого результата эти люди будут делать что угодно они пойдут на самые грязные шаги и они будут делать ну все что возможно кстати вот эта женщина которая не могла одолеть маму никак не там такую войну затеяли она написала моему отцу на мою мать вот собрала все сплетни написала письмо моему отцу я помню как они с мамой читали смеялись вот до такой степени дошло понимаете вот то есть омерзение казалось бы заслуженной учительница она действительно была профессионала я не скажу что она там ерунда какая-то нет она была профессионал у нее были свои регалии свои заслуги то есть она не была там непонятно кто из улицы но до такой степени грязная душа и проклятие и сплетни просто ну вот то невероятности такие вещи творила эта женщина что вот как одержимая хотела маму уничтожить просто даже пыталась ее отравить хотя там сказали что мол это показалось 8 замяли это дело поскольку не было доказательств потому что там пили кофе вместе и она пошла принесла всем кофе и мама моей звежливости как бы ну постеснялась как-то показать некрасиво да при всех дурное воспитание сказать я твои кофе не пью она всех угостила и поставила и мама мама моя сказала что у нее чаша была какая-то другая то есть у всех однообразно она сказала мол вот чашек этих не хватило поэтому ничего если я вот туда игру ничего страшного и после этого моей маме стало плохо она всю ночь и урвало понимаете вот до такой степени человек ее ненавидела что не могла одолеть что даже пошла на чуть ли не на попытка убийства то есть вот такие вещи были сделаны бабушка моя сказала она отравила я сейчас ей устрою ее вот еле-еле удержали потому что это считалось позорным в то время вообще очень переживали все за своими что люди это мало ли они скажут там есть доказательства если нету некрасиво человека до обвинять и прочее это будет очень грязная история вот она была готова пойти и порвать потому что маме моей стало очень плохо и урвало прям желчью и после этого все это прекратилось так вот задача ваша не закрыть и роты всем наоборот а вас пусть говорят когда вас говорят значит вы на слуху значит вами интересуется значит вы интересная личность понимаете о вас говорят и вызывает интерес к вашей натуре потому что сплетничают и говорят всегда о людях которые впереди дело не в этом дело в том чтобы то что они делают говорят и хотят сделать чтобы это не получалось эти люди будут делать и говорить и все что угодно но у них ничего не получится более того они откровенно будут позориться их ложь будет сыпаться ну вот если хотите пример привести то есть крутите ролики о каких-то якобы пострадавших эти пострадавшие выявились открылись и всем показались и одна из них извинилась и другие тоже пока прячутся но может и их черед настать то есть смотрите все что люди делают против вас не получается ничего еще раз говорю люди которые хотя бы один год были на моем канале только этим людям можно делать этот ритуал читать нужно девять раз и девять свечей почему девятка в магии тоже важное число переверните 9 что получается 6 далее 9 когорта 6 легионов темных 9 когорта считается самый сильный когорта это легион легион самых сильных могущественных демонов 9 когорта они руководят всеми другими когортами легионами поэтому девятка шестерка 13 13 врат магии до 13 3 ты и врата и прочее уже говорила как-нибудь еще раз расскажу более подробно вам нужно 9 свечей не как раз вот подарили кстати показываю и заодно благодарю за этот подарок красиво 9 свечник он относится как бы и коврамическим религиям в принципе вот такие вот подсвечники но здесь он используется просто как подсвечник не более того можете такое использовать можете отдельные подсвечники обычные восковые свечи полы можно серебристую полы можно белую можно горькую любой полы делается это любой день кроме воскресенье и понедельника ночью сумерки вечером ночью когда угодно значит зажигаем 13 свечей ой извиняюсь 9 свечей все и траву полынь а на щетки я беру четкий неправильно хочу четкий я беру для того чтобы эти мои ногти жуткие хочу показать потому что неприятно я их сейчас лечу и жутко искалечивая эмаль ну бывает что теперь делать воск прочая работа так и вот чтобы отследить сколько раз я читаю читать нужно 9 раз заговор на армянском еще раз кого-нибудь и увижу которые написали а где заговор занесу в черный список сразу прошу никому не писать заговор в этом нет нужды потому что иначе в сыром виде этот заговор идет по интернету а нам это не нужно вы должны потерпеть пока напечатают это на армянском я такое делала и не раз это просто знаете как самый легкий вариант наверное нет но есть конечно разные варианты но один из легких быстрых вариантов и очень сильно где много чего не требуется работает очень быстро делаете этот ритуал понаблюдайте через некоторое время этих людей людей начнутся определенные проблемы но проблемы тут даже не самые главные главное что все что они будут говорить и делать будет поворачиваться против них ничего у них не получится против вас и их всерьез никто воспринимать не будет понимаете как заговоры против клеветы они работают в основном под такой системе вот все что человек говорит говорит во вред себе иногда человек может сам удивиться тому и как бы сам себя спросить вот нафиг мне это нужно было говорить и тоже ну как бы не актуально это же никак мне не помогло против нее наоборот мне хуже же стало очухается и сам не поймет как это получилось а это уже получилось 9 раз нужно говорить после чего как только 9 раз заговорили подождите немного чтобы свечи вот хотя бы то вот такого размера вот и до этого вместо то горели то есть чуть-чуть остается огарки после чего на следующий день если это ночью проводите днем все что осталось от травы и от свечей в черную материю либо закопать под деревом либо кинуть воду пруд если это делаете зимой закапывайте в снег разницы никакой главное чтобы она то есть была закрыта некоторое время растает снег что там будет это не страшно нужно закрыть закопать закопать под что-нибудь или кинуть прорубь то есть ну в стоящую воду я немножко устала естественно уже утро поэтому бывает что как бы сказывается усталость не обращайте внимание вот примерно таким образом это все нужно делать опять у нас шонги тут проходит как видите читать буду на армянском читают так как должно звучать на армянском языке вы можете когда будете читать собственно говоря читать так вам как вам удобно то есть заменять некоторые звуки которых нет в русском языке но это не страшно главное основной смысл передать и вы видите как сильно это сработает тем более что армянский язык это скажем так один из прямых потомков санскрите если кто не знает санскрите называется про язык та информация что санскрите это всего лишь один из индуистских языков или языков язык для веды для сейчас секунду так манта это не полная информация про язык чем древний язык тем сильнее у этого языка энергия сила и итак начнем ой итак Продолжение следует... Продолжение следует... Хочу сказать, что появляется такая сильная бодрость и ощущение, как будто от вас груз упал, потому что вот эта вся энергия грязных языков, она уходит. Это не просто их остановить, это ещё и чистка от этого всего, от энергии сплетень, грязи, это ещё и чистка. Полынь обязательно должна быть. Полынь, она раскрывает вот эти пространства, и вместе с дымом полыни уходят эти слова в пространство. Полынь наказывающая трава во многом, и очищающая, и наказывающая. И так... Северный, 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 север представлять какие сильные слова читаем еще раз вылечить по четвертый раз прочитать сэвные цель лезвицка на им ковков гана им танков ковгана им дил ковков гана им церани ковгана к на и мармане ковков и муку ковка на к нас и вне цель лезвицка над и пьяна пат мутир сэв калри ток кори р сэв джер и ток сэв девит татит ток и нзанит релу а там нерва кез керцеси 40 ковпеков пакет си ими цель нинц паха пан 1000 мм сэв нэц сэв лезвицка на им ковков гана им тян ковков гана им джиу ковков гана им сэв нэц сэв калри ток кори р сэв джер и ток сэв девит ток и нзанит релу а там нерва кез керцеси 40 ковпеков пакет си ими цель нинц паха пан айт 100 мм сэв нэц сэв лезвицка на им file и верти на имя bomb양 по historically мир Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девять раз читаем Ждем пока немного останется от свечей Ну вот примерно вот столько, например Закрываем, то есть гасителем тушим Нельзя дуть эти свечи, иначе придется переделывать Потом в черную материю это все Собираем вместе с травой, которая сгорела Можно подождать, пока она остынет Естественно, горячей не нужно И на следующий день вы носите Закапываете В землю, в любом месте В своем доме нельзя, за домом Не имеет значения, где вы закапаете В лесу, возле дерева, возле реки Где угодно Или кидаете В такое водное пространство Болото, там Пруд Вода, которая не двигается Оставляете девять монет Говорите, откупаюсь Отворачивайтесь, уходите Очень быстро начнется процесс Который вас удивит И люди, которые на вас клевещут Совершенно столкнутся со стеной Будет крах Весь мир начнет вас защищать Станет на вашу сторону Это от полыни дым Надо будет проветрить Через некоторое время Можно повторить Ну, через, например, недели две Еще раз повторить Это очень сильная работа Поэтому, пожалуйста Делайте только те Кто хотя бы год был на моем канале Который уже понял Знает Понимает Не просто так вот Взять и сделать Лишь бы чего-нибудь сделать Всегда боритесь за свое имя И ставьте на место подобных личностей Потому что подобные личности За историю человечества Становились причиной Страшных бедствий Именно по их вине Зло в этом мире Размножается И именно их клевета Уносила жизнь Очень талантливых Достойных людей Которые могли бы Очень многое еще миру подарить Но из-за таких существ Они просто уходили Либо не выдерживали Либо их просто убирали С этого мира Имея в виду, что Всякими грязными способами От них избавлялись И прочее Так что таких людей Прощать нельзя Прощать клеветников И дать им возможность Дальше клеветать Это значит Дать повод Чтобы зло на земле Приумножилось А нам это не нужно И еще хочу сказать Что если вы хотите Справедливости Никакие суды И прокуроры Вам не помогут Так, как помогут Силы Силы Они намного сильнее Пусть они надеются На человеческий фактор А вы надеетесь На богов И древних духов И вы увидите Кто из вас выиграет Вы Вне сомнения Потому что Любой человек Он Подчинен этим силами На любого человека Можно воздействовать Благодаря силам Но не любой человек Может делать Все Что могут делать Силы Точнее Ни один человек Не может этого делать Так что Надейтесь больше На духов Ежели на людей Всем удачи Субтитры сделал DimaTorzok